Друзья мои, всем привет и всем хорошего настроения! Сегодня приготовим вкуснейшие, нежнейшие творожные куличи. Получились они благодаря моей ошибке. Случайно взяла масло в два раза больше, чем нужно. Но получилось просто действительно очень вкусно. Итак, нам понадобится 300 грамм творога. Но только творог берем нежидкий. Одно яйцо и два желтка. Добавляем к этому сахар 200 грамм. И все это хорошенечко взбиваем при помощи блендера. Нам важно, чтобы получилась обязательно однородная масса без комочков. Дальше берем масло. В оригинале 80 грамм, но я взяла случайно 180. Можете и так, и так сделать, как вам удобно. Растопим и добавим 100 миллилитров теплого молока. Выливаем наше масло с молоком в творожную массу. Добавляем ванилин. Ну, тут уже по вкусу. Я люблю аромат ванили. 10 грамм дрожжей, быстродействующих. И я добавила для такого цвета красивого шафран. Он дает такой более желтый цвет. Все это взбиваем блендером. И дальше добавляем просеянную муку 500 грамм. Ставим насадку-крюк и вымешиваем тесто. Может понадобиться плюс-минус 50 грамм. Тут уже смотрите по самому тесту. Оно должно быть мягкое, эластичное, вот такое вот нежное, но при этом не липнуть к рукам. Накрываем пленкой и ставим на 2 часа в теплое место. Тесто поднимается больше, чем в 2 раза. Смотрите, какое оно красивое. Хорошенечко его обминаем. И если вы хотите сделать с добавками, то как раз сейчас добавляем цукаты или сухофрукты, или орешки. И хорошенечко замешиваем. Дальше формируем небольшие шарики. И заполняем наши формы наполовину где-то. Если используете металлические формы, предварительно смазываем их маслом. Накрываем пленкой и ставим, чтобы они поднялись хорошенечко. Смазываем взбитым яйцом с молоком. Ставим в духовку при температуре 165-170 градусов примерно на 40-50 минут. Если у нас зарумянились верхушки, а внутри еще сырые, накрываем фольгой и допекаем до готовности. Проверяем готовность мы при помощи палочки. Она должна быть сухой. Теперь приготовим глазурь. Я не очень люблю сырые белки, но в глазурь самая вкусная получается именно так. Берем 100 грамм белков, взбиваем их с щепоткой соли практически до бела. Когда они уже такие белые становятся, начинаем добавлять постепенно сахарную пудру 200 грамм. И взбиваем до вот такой вот плотной-плотной белой массы. Добавляем 1 чайную ложку лимона или лимонной кислоты, и взбиваем до такой хорошей-хорошей плотности. Все, как только глазурь стала плотная, она готова. Намазываем на куличи или окунаем. Мне проще окунать, это быстрее и получается аккуратнее. Верхушку я просто, которая вот вытянутая, аккуратненько снимаю или лопаточкой, или ножом. Все, осталось их только украсить. Получаются очень-очень-очень вкусные, красивые куличи. Готовится просто, а результат потрясающий. Всех с наступающим праздником и хорошего настроения!